СВЯТЛО ДУШИ У нас дайшли документы, што свечась про его початок, особа его фундатора. Тому падание про заявление Журовицкой иконы робится истинным историческим фактом на фоне переплетения исторических подзей и человеческих лесов. Мы встретимся с доследчиком найдавнейшей истории Журовицкого монастера, кандидатом богословия, выкладчиком Минской Духовной Академии, протидиаконом Павлом Бубновым. Першими его рассказ пошули наведывальники Миндуху на святницкой выставы «Радость», а мы записали ту и сустречу. На початку отец Павел сгадывал особу митрополита Иосифа Семашки, с яким связано вертание униятов во улойне православной церквы, а это отметная сторонка истории Журовицкой святыни. Больше 200 лет Журовицкий монастырь был униатским. Униатские истории писателей, представители базилианского ордена за эти два века очень многое сделали, чтобы вот та древняя доуниатская история Журовицкого монастыря стерлась. В начале 19 века большинство униатов верующих и духовенства даже, наверное, не догадывали, что до унии был в Журовицах православный монастырь. А это действительно было так, и вот сейчас я вам об этом немножко расскажу. Итак, сначала мы, естественно, вспомним событие явления Журовической чудотворной иконы, которое произошло в 1470 году, согласно преданию. В то время это имение, состоявшее из нескольких деревень, принадлежало человеку, которого звали Солтан в крещении Александр. Солтан Александрович. Это был один из крупных феодалов Великого княжества Литовского. Очень интересный человек. Чудо, что так много разных документальных памятников от его жизни сохранилось. В то время как он жил в 15 веке, более 500 лет назад, скончался около 1495 года. Группа документов, которые дошли до нас от его жизни, это его дорожные документы, паспорта от его путешествия в Иерусалим. В 1467-1669 годах этот человек, еще будучи тогда молодым, совершил двухлетнее, очень длительное путешествие в Иерусалим. Но это была благочестивая традиция очень многих, в основном, конечно, людей высшего общества, как, например, вот преподобная Фросиня Полоцкая. Она в конце своей жизни совершила такое путешествие. Тоже из древней русской церкви мы знаем игумен Даниил, который писал свое путешествие и повесил лампаду от русской земли над гробом Господнем. Ну и вот, видите, находим в наших землях у человека Солтана, который родился в семье православного христианина. Его отец занимал должность подскарбива Великого княжества Литовского. Подскарби — это, если переводить на современную терминологию, в одном лице министр финансов и министр по налогам и сборам. Всем огромным Великим княжеством Литовским заведовал всеми финансами. Место жительства отца Солтана — его имение Шешкине, которое тогда находилось за городом Вильна. Сейчас уже его территория входит в состав самого города Вильнюса. Имение отца, ну и потом и сына вот этого Солтана, который уже большую часть своей жизни жил в Жировичем. После возвращения из паломничества в Иерусалим Солтан Александрович назначается великим князем Литовским Слонимским староста. Государственные деятели такого уровня в то время не платили им князя или короли зарплату. Их наделяли земельными угодьями, сподданными. И уже кормились такие чиновники государственные вот с этих именей. Вот одно из таких имений, которые Солтан Александрович получил великого князя, было имение Жировича, которое состояло из нескольких деревень, большого количества лесов, река Щара там протекает. Река это всегда рыбная ловля, в лесах это звери, то есть это все такие серьезные экономические доходные статьи. И вот в 1470 году, в мае, по преданию это произошло событие, когда цвели деревья на берегу реки Щары. А река Щара, она имеет такую очень большую заболоченную пойму, где в теплое время года там пышная растительность. Именно поэтому вот эта местность получила название Жир, да, или Жирович отсюда. Вот вообще в церковно-славянском языке слово «жир», оно означает совсем не то, что в современном русском языке. Жир — это обильное пастбище. Рождественский сочельник на Божественной Литургии святителя Василия Великого читается по ремии. Одна из паремий из книги пророк Исаии, там есть такие слова, что вот когда воплотится Мессия, когда наступит его царство, и там волк пожирует с ягненком. В современном переводе в русском можно перевести как что «волк будет пастись вместе с ягненком», да, то есть не съест его. Они будут вместе пастись на том обильном пастбище, которое Господь им даст. И именно поэтому вот та местность, где сейчас находится монастырь, пойма Щары, она такая там очень буйная растительность. Вот она и получила название Жир, потому что и дикие звери, и домашние животные находили такую обильную пищу себе для пропитания, поэтому жировичи. Ну и вот, значит, на берегу вот этой поймы майским днем 1470 года пастушки, которые пасли стадо, увидели, что из ветвей одной из диких груш исходит очень яркое сияние. Когда они подошли, и по преданию один из мальчиков, которого звали Петр, увидели, что сияние это исходит от совсем крохотной иконы при Святой Богородице. Вот они ее с благоговением сняли и отнесли своему господину, вот тому самому Солтану Александровичу, который сначала не придал особого значения этой находке. Через несколько дней у него были гости, и он решил им показать эту находку, которую он положил в какую-то шкатулку. Когда он ее открыл, то обнаружишь, что икона исчезла. И в этот самый момент происходит повторное явление на том же самом дереве. Это иконы, снова пастушки ее находят, снова приносят Александру Солтану, и он, видя ее, понимает свой грех, раскаивается, прославляет Бога, Его Пречистую Матерь. И уже в тот же момент он едет на то самое место, где нашли икону, там долго молится и сразу же распоряжается построить храм на месте вот этого чудесного явления, иконы Пресвятой Богородицы. Песня 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 Песня. Первый деревянный храм был построен в том же самом 1470 году, то есть сразу после явления храм находился и в собственности, и в имении Солтана Александровича, как это было принято в то время. На нем лежала забота по обустройству храма всем необходимым. В первую очередь, чтобы вот эта чудесно найденная икона была должным образом украшена. Ну и храм, конечно же, святыня всегда должна быть окружена молитвой, богослужением. Поэтому не просто нужно построить храм, но и обеспечить его, в первую очередь, священнослужителями всем необходимым. Вот храм был деревянный, естественно, он не сохранился, вскоре он сгорел. Но удивительно, что до нас дошли некоторые предметы церковного обихода из этого первого храма. Самое ценное – это богослужебные книги, которые дошли до нашего времени, которые использовались в этом храме. Вот, в первую очередь, это Псалтырь Толковая 1471 года, затем Три Минеи, по которым совершается богослужение практически каждый день церковного года. Ну вот, Псалтырь Толковая, блаженного Феодорита Кирского, это такой известный отец православной церкви, который жил в сирийском городе Кире в IV веке, писал он по-гречески. Получилось так, что вот Солтан Александрович заказал, в то время еще книгопечатание только начиналось, широко были распространены рукописные книги. Представьте, написать книгу богослужебную, объемную, это нужно длительное время, очень труд упорный. Такие книги, конечно, были очень дорогими, поэтому только такие серьезные люди, обладающие ресурсами определенными, могли заказать их и обеспечить храмы, которые они строили. И вот Солтан Александрович заказал такую книгу, Псалтырь Толковую, которая была в 1471 году, написана, передана ему, то есть, видите, сразу на следующий год, после явления чудотворной иконы, она долгое время хранилась в библиотеке Жировицкого монастыря, и в конце 18-го или в 19-м веке исчезла сначала, и только после Великой Отечественной войны ученые обнаружили, что она находится в собрании Государственного исторического музея в Москве. Интересно, что кто из вас был на Красной площади в Москве, видел, где находится этот музей, который был только в начале 20-го века открыт, а напротив него, через площадь, находится храм Василия Блаженного. Вот интересно, что в 1915 году, когда российская армия отступала с белорусских земель и вывозилась в церковные ценности вглубь России, то вот имущество Жировицкого монастыря, и в частности чудотворная икона, находилось в том самом храме Василия Блаженного на Красной площади. Никто не знал, что через площадь в этом музее находится еще одна древняя реликвия. Все забыли про существование. В этой псалтыре толковой не сохранилось начало, но зато сохранился конец, где самая ценная – это так называемая выходная запись или колофон. Вот что она гласит, что в лето 6980-е от сотворения мира, или от Рождества Христова 1471 года, написано «Бысть книгой сия, глаголимая псалтырь толковый, придержаве великого короля Казимира, попечением пана Солтана, нареченного во святом крещении Александра Александровича». То есть все четко прописано. И еще вторая часть. Сия книга «Псалтырь толковый пана Солтана, весына пана Александра, подскарбива литовского, писана в Владимире», то есть город Владимир Волынский, при епископе Демьяне. В те годы примерно он был там правящим епископом. «Всякий хотячий ю чести, прежде неже начнешь, воздохни, и плач дати Господу Богу, да отверзет ум, разумеете, вся написанная в ней». Выходные записи писцов, создателей, заказчиков книг, в них тоже, видите, выражено такое благочестие, вера, любовь к Богу, к церкви, к молитве. Такая тоже география, видите, Владимир Волынский, который не очень далеко находится от Жироич, связь вот этой всей древнерусской церкви. Владимир, Киев, Вильна, Динае, духовное пространство. Еще книги — это минии, книги, в которых содержатся службы на каждый день года в честь праздников Спасителя, Божьей Матери или Святых. Наверняка Солтан Александрович, он заказал весь годовой комплект, то есть 12 минии, но до наших дней дошло только 3 сохранилось. Ну и то, слава Богу, за 550 лет ведь 3 минии сохранилось. Две из них находятся в Вильнюсе, в библиотеке Академии наук имени Врублевских, а одна находится в Москве, в Российском государственном архиве древних актов. Минея на март-апрель, то есть в одном томе на два месяца, по выходной записи она датируется 1487 годом. То есть тоже немного прошло времени от основания первого храма, и, видите, процесс этот продолжается, обеспечение его всем необходимым. Здесь вот тоже колофон, то есть это выходная запись вот этой минии. Здесь говорится о том, что вот при державе короля польского Казимира, великого князя Литовского, по велениям и желаниям пана Солтана, короля его милости, маршалка Литовского, нареченному на восвятим крещение Александра, сына пана Александра, подскарбивая земли Литовской. Видите, все подробно, да, кто какую должность занимает, кто чей сын и при каком правителе. Писец, который писал эту книгу, тоже пишет, «Рукою многогрешного и грубого Диака Сенко, родом Смольнянина, от отца именем Якова». Смольнянин, значит, из Смоленска. Тут уже не написано, где, собственно, писалась книга, но зато написано, откуда Писец происходит. Из Смоленска. Видите, Смоленск. Видно, Владимир Жирович и связь. Другая тоже такая меняя, на январь-февраль, там же находится, да, в библиотеке Академии наук имени Врублевских. В ней такая запись не сохранилась, но она полностью идентична по почерку, по оформлению. Один заказчик. Ну и вот Российский государственный архив древних актов. Здесь тоже из этого комплекта меняя на апрель-май. Уже датируется 1488 годом. Там написан примерно такой же текст. По верениям и желаниям пана Солтана, нареченного святим кричанием Александра, сына пана Александра подскарби во земле Литовской, рукой, здесь уже другой Писец, рукой многогрешного и грубого, дьяка Занка, родом Стурова, от отца именем Алексия. Из Турова Писец. Книги, которые чудом сохранились, они вот как маркеры, можно флажки поставить, показывают такое вот духовное единое пространство. Айцу Павлу Бубнову посчастило отшукать рукописные книжные раритеты, які свящались припочаток иснования храма и монастера в Жировичах. На экране можно было побачить, як добрые они заховалися, як пригожие старанно выписаны литры и оздоблены малюнками. Однако вернемся до леса у господаров з роду Солтанов, у яких было немало драматичных падей. Между 1494 и 1495 Солтан Александрович скончался, об этом мы тоже знаем по целому ряду документов хозяйственного характера, которые до нас дошли. После его смерти имение Жировича и первый храм они переходят во владение его сына, которого он назвал Александр. И сразу после смерти отца он был еще несовершеннолетним, поэтому опекой его и его имущества занимался слонимский старост это Иван Литавор Хребтович и его жена Ядвига. Но вот они были не очень добросовестными опекунами. В 1507 году, когда Александр Солтанович стал совершеннолетним, он обратился с иском к великому князю Александру о том, что вот Ядвига Хребтович, то есть его опекунка после смерти уже опекуна Литву себе забрала часть имущества и не возвращает. В первую очередь вот имение Жировича, где был большой дом у них, много имущества там было, а потом целый ряд деревень, разных доходных статей. Вот это дело по возврате имущества, оно длилось с 1507 до 1516 года. И в 1516 году уже великий князь Сигизмунд Старый наконец принял решение судебное, которое обязало вот эту Ядвигу Хребтович вернуть все это имущество, и был составлен реестр имущества, которое она не вернула. И вот тоже в истории чаще что-то плохое отлагается, запоминается, но Господь даже зло употребляет на добро. И вот мы благодаря вот этому реестру имеем доказательства существования первого храма в Жировичах, потому как в этом реестре сказано, что вот эта Ядвига Хребтович, она забрала из ризницы позолоченный крест и серебряная кадила. Какие-то ковры там, накидки, в общем, целый такой список только церковного имущества. Вообще там большой список всего прочего имущества. Так что вот ризница, она может существовать только при храме. Поэтому вот этот реестр имущества, он показывает, что уже при жизни Солтана Александровича, то есть отца вот этого Александра Солтана, храм уже существовал. Сам Александр Солтанович, то есть сын первого основателя, при нем происходит основание Жировичского монастыря. Ну, во всяком случае, мы имеем об этом сведения. Может быть, и Солтан Александрович предпринимал какие-то попытки основания монастыря в Жировичах, но об этом пока ничего не известно. Известно, что вот при Александре Солтановичу значит, в 1520 году произошел пожар первого храма, после которого люди долго не могли найти саму икону. Большинство знает, что сама вот Жировичская чудотворная икона, она каменная, да, она размером с ладошку, овальной формы. Естественно, что люди надеялись, что на пепелище храма им удастся найти икону, но не могли ее найти. Вот, спустя несколько дней, недалеко от места пепелища, на огромном камне дети увидели саму причистую Богородицу, которая явилась в образе жены, красоты неизреченной, как это в Акаписте повествуется. И когда они уже позвали людей, священника, то на камне нашли ту самую икону. Перед ней горела свеча. И вот на месте вот этого второго обретения иконы был тоже воздвигнут храм, который сейчас существует, называется Явленским, в честь второго явления обретения иконы Божьей Матери. Так вот, в одном из исторических произведений XVII века говорится, что при этом пожаре не просто церковь сгорела, сгорела церковь и весь монастырь. Удалось найти такую ценную информацию, и поэтому вот не случайно, что именно год нашей церкви объявлен, как именно год 500-летия, основание, можно сказать, что это 500-летие первого упоминания о существовании уже монастыря в Жировичах. ПЕСНЯ 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 Еще такой тоже интересный след, оставшийся от деятельности Александра Солтановича, сына основателя первого храма, это тоже две книги, которые сохранились до наших дней, рукописные книги, написанные по его заказу. Первая из них — это «Требник», книга, которая содержится еще на последовании таинств, разных обрядов, освящения, крещения, венчания, отбивания или освящения и так далее. Такой вот «Требник» был тоже заказан вот этим Александром Солтановичем. В этом «Требнике» есть тоже такая выходная запись, в которой говорится, что «Писана сия книга у дворе его милости Шешкиня», то есть вот тот самый двор еще Солтана Александровича, перешедший по наследству к Александру Солтановичу Шешкине, даже указывается «В дворе Шешкиня подле места Виленского, за рекою Велию». «Велия» или «Велья» — это древнерусское название реки, которое по-русски сейчас называется «Вилия», а по-литовски — «Нерест», да, на которой и стоит Вильнюс. «Описал ее дьяк именем Ярмола, родом с Кременца, сын Васильев, священника Кременецкого». Кременец — это город недалеко от Почаева. «И дана бы сия книга от пана Александра в храм Пречистая Владычица Богородицы, в имении его милости в Жировичах, вечно и непорушно, в честь и во хвалу Господу Богу, Пречистой его Матери и всем святым. Аминь». «Интересная запись, интересный требник, тоже очень интересное у него содержание, даже вот видно и орнамент, это же все ручная работа в книге, как и текст рукописный, так и орнаменты тоже художники делали. Эта тоже книга находится в Вильнюсе, в библиотеке Академии наук в Рублевских. И еще одна книга тоже написана по заказу Александра Солтына, еще это «Богородичник». Сегодня эта книга практически не используется в обиходе нашей церкви, но вот в XVI веке активно использовалась. «Богородичник» — это сборник канонов Пресвятой Богородицы на каждый день недели на восемь гласов, то есть там 56 канонов Божьей Матери. И понятно, что именно в храме, освященном в честь Пресвятой Богородицы, перед чудотворной иконой, местнее всего совершать эти каноны, обычно совершаются в чине Малого Повечеря. В греческих церквах эта книга до сих пор существует, и у нас даже вот последние годы тоже ее издают, издается Святотихновского университета, тоже ее можно приобрести, и тоже она рекомендуется как и для церковной молитвы, так и для домашней. Ну а вот этот «Богородичник» Жировицкий, который написан был по заказу Александра Солтона, сейчас находится в Новосибирске, в научно-технической библиотеке Сибирского отделения Академии наук России. Сотрудники этой библиотеки эту книгу отсканировали, она даже не приложена на сайте, по нашей просьбе от имени наместника Жировицкого монастыря, они нам ее прислали в высоком разрешении, можем с вами ее наблюдать. Тоже видите, вот этот орнамент, это все ручная работа, даже написание букв такое очень красивое. После смерти Александра Солтоновича в имени Жировича монастырь пришли к его сыну Ивану Александровичу, при котором начинается строительство Большого Успенского собора, монастыря, который мы с вами сегодня видим. Он длительное очень время строился, но начато было строительство вот при именно этом Иване Александровиче. После его смерти у него было четыре сына, и имение Жировича, оно было поделено между двумя сыновьями, и один из них, Иван Иванович Солтон, сосредоточил в своих руках владение этим имением, управление монастырем, заботу о нем. Это произошло в 1587 году. Длительное время к этому моменту правители Великого Княжества Литовского были католиками, и посредством разных законодательных актов, и другими способами. Вот эта русская православная элита Великого Княжества Литовского, она тоже постепенно становилась католиками, то есть клонялись к католицизму, правителями Великого Княжества Литовского, и католическим духовенством озвучилась идея церковной унии, чтобы все православные Великого Княжества Литовского признали власть римского папы. Ну, естественно, что православные всячески этому препятствовали, и такими чагами православной церковной жизни были монастыри, в первую очередь, в том числе и жировические монастыри. Вот эта семья Солтонов, она тоже была ревнителями православия, и Иван Иванович Солтон тоже был одним из таких ревнителей православия. В 1596 году, как вы знаете, была заключена Брестская церковная уния, когда несколько православных епископов, ставленников короля на соборе в Бресте, провозгласили вот это присоединение православных к римскому папе. При этом два епископа и очень большое количество духовенства, мирян, подавляющее большинство, не приняли унию. И вот тогда начинается ее насильственное насаждение. В тех случаях, когда какие-то монастыри или храмы находились в непосредственном владении короля, то они сразу захватывались. Но вот такие частнособственнические храмы и монастыри, их было практически невозможно захватить, потому что это частная собственность. Вот тогда сторонники унии, они прибегали к разным ухищрениям. Жировический монастырь для них тоже был объектом вожделения. Как это произошло? Иван Иванович Солтон, он продолжал строительство Успенского собора. Начато еще его отцом, нуждался в финансовых средствах, и поэтому часть своего имения, к которому ходили пахотные земли, леса, сдал в аренду Ицхаку Михелевичу. А в твое 1605 года Ицхак Михелевич был убит. Его родственники обвинили Ивана Солтона в том, что именно он со своими подданными напал на Ицхака Михелевича, убил его и ограбил. Началось следствие. Суд был проведен в марте 1605 года, и вот этот суд, он признал Ивана Солтона виновным в этом убийстве и назначил ему в качестве наказания огромный штраф в пользу вдовы убитого. Сумма этого штрафа в пять раз превышала стоимость самого имения Жировичского. Даже если бы он его продал, то не смог бы выплатить этот штраф, и поэтому решением суда все это имение Жировичское вместе с монастырем было отобрано у Ивана Солтона и передано вот этой вдове Истер Михелевич. Но что интересно, во-первых, в документах вот этого судебного заседания, которые тоже чудом дошли до нашего времени, очень много нестыковок. Судебная система была развитая в то время в Великом княжестве Литовском, но вот при данном случае судебные формальности не были соблюдены, то есть не было никакого заключения осмотра тела убитого, на котором можно было бы заключать, что действительно он был убит. Вообще его не было. Оказали, что его выбросили в реку, но никакого документа об этом нет. Затем был человек, который явился с повинной и заявил, что он убил Истер Михайловича, не Иван Солтон, другой. Но суд отверг этого самоявившегося человека и сказал, что это неправда. И еще очень важный момент, что возглавлял судебное заседание Слонимский подстароста Иван Мелешко, а старостой Слонимским был Лев Сапега, который был тогда канцлером Великого княжества Литовского, тоже достаточно известная личность. И интересно, что оба они, и Лев Сапега, и Иван Мелешко, на тот момент, уже в 1605 году, были яркими сторонниками унии. И вот интересно, что спустя год, в 1606 году, вот эта вдова погибшего передает все Жировицкое имение вместе с монастырем никому иному, как Ивану Мелешко, то есть тому самому судье, который возглавлял это судебное заседание и присудил, чтобы Жировицкое имение было отобрано у Ивана Солтона. Судья отобрал имущество подсудимого себе. Семь лет его эксплуатировал, и потом, в 1618 году, передает Жировицкий монастырь вместе со всем имением новообразованному униадскому монашескому ордену Базилиану. Первым настоятелем униадского Жировицкого монастыря был известный нам Есофат Кунцевич, ревнитель унии. Ну и в 1620-21 годах вся эта сделка, очень сомнительная, она была юридически уже оформлена, закреплена, то есть Базилиане юридически получили все права на монастырь и имение. То есть Жировицкий монастырь стал униадским не потому, что его попечители православные перешли в уни, а потому, что была фактически совершена судебная фальсификация, злоупотребление властью теми, кто ею обладал. Возвращаясь к действенности митрополита Иосифа Семашко, еще в 1828 году Базилианский монастырь в Жировичах был празднен, переведен в соседний Бытинский монастырь. В 1839 году совершается воссоединение белорусских униатов с православием и снова возрождается православный Жировичский монастырь, который вот милостью Божией до настоящих дней продолжает свое бытие, привлекая всех нас, паломничество, чудотворные икони. Жировичский монастырь, который вот милостью Божией Радость вам, Херубин, искалайте, Серафим, и радуйся, радуйся, о Марине, радость вам, Херубин, искалайте, Серафим. У ближайших программах кандидат богослов'я, викладчик Минской Духовной Академии, протидиакон Павел Бубнов, протягне рассказ про історию Успенского Журовицкого монастира. Радость вам, Херубин, искалайте, Серафим, и радуйся, радуйся, о Марине. Радость вам, Херубин, искалайте, Серафим, и радуйся, радуйся, о Марине. Субтитры подогнал «Симон»